всем привет и хорошего настроения сегодня под вечер случилась неожиданность мой товарищ по увлечениям евгений о котором я уже наказано рассказывал приволок мне так сказать для обзора вероятно ну и вообще просто показать кое-какие так сказать аппараты из своей коллекции из своих беспредельных запасов и вот один из них хочу представить вашему виду совершенно новый длиня класс аппаратуры которым я ну не бельмеса не петри а вот но по ходу что-то тоже интересное такое раритетное а именно мы с вами видим судя по названию цифровой электро музыкальный синтезатор маэстро о не знаю какой то видимо потомок потомок нашей знаменитой ионики что-то такое отечественное цифровое электро музыкальное еще и синтезатор но не знаю что я с ним буду делать просто вот решил вам показать как он выглядит снаружи и как он выглядит внутри если кто интересуется и занимается этими так сказать вещами могу прочесть информацию так сказать о том что это за инструмент такой из замечательного сайта адрес которого мне тоже подсказал женя www.ruscase.net русские клавиши нет вот и так маэстро клавишный электромузыкальный инструмент сокращенно кэми маэстро представляет собой переносной четырехголосный полифонический синтезатор о как четырехголосный трех октавный вероятно с микропроцессорным управлением на микросхиме к серии kr 580 и заранее запрограммированными тембрами то есть пресетами предустановками количество пресетов 20 инструментами от устройства получения частотного вибрато с регулированной глубиной и частотой эффект хор с регулированной глубиной управляемый фильтр с регулируемой частотой среза и резонансом также присутствует устройство арпеджио тремоло с регулировкой скорости устройство джойстик позволяющий смещать строй и управлять глубиной вибрато технические характеристики напряжение питания 220 вольт потребляемая мощность не более 25 вольт ампер диапазон рабочей температуры от 15 до 35 градусов цельсия относительный уход частоты генератора в процентах за четыре часа работы плюс минус 0 3 полный музыкальный диапазон перекрываемый генераторами герц от 43,6 до 5274 герц не понимаю неужели такой узкий наибольшее количество одновременно звучащих голосов 4 динамический диапазон децибел не менее 55 масса комплекта кг 15 килограмм инженер владимир кузьмин дизайнер олимпиада кузьмина производства у п.о. вектор у п.о. не знаю что такое вектор это его название кого-то учебно-производственное мнение вероятным вот такой вот значит он этот маэстро на самом деле вот тот который пред предоставил для обзора евгений он подвергся некоторым переделкам скажем так вот рук мастеров видимо каких-то мощных вот потому что в своем изначальном виде маэстро он вот у меня есть только компьютерное изображение выглядит вот так обратите внимание вот на эту его часть здесь какой-то джойстик о котором говорится так сказать в описании какой-то такой странноватого типа джойстик должен быть да который позволяет смещать строй и управлять глубиной вибрато а так вот у этого маэстро который мы так сказать сейчас наблюдаем вместо джойстика я уже сказал мастерами умельцами и левшами своего дела была какая-то вторгнута вот такая панель на ней 6 щелчково-регулируемых переключателей дискретных таких и 8 неких кнопок не знаю что это для чего это женям не объяснял но я не была за обладая вернее глубочайшими познаниями в музыке вот не понял о чем идет речь для чего эти сложнейшие устройства вот она без этого на самом деле представляет из себя для моего понимания как музыканта умеющего играть только на нервах нечто совершенно невообразимое ну а сейчас пользуясь случаем поскольку такой инструмент все-таки попал мои руки я с ваше позволение хочу исполнить для вас на нем симфонию номер 6 доминор доминор конечно до собственного сочинения дел тут на днях и решил написать что-нибудь патетическое патетическое вот так и посвящаю ее грядущим праздником и прошу со вниманием ее прослушать итак часть первая вступительная эх черт сбился на самом интересном месте вот потому как некоторые клавиши в этом электромузыкальном инструменте вот видите даже пометил не работают как оказалось работает 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 через раз вот то есть вот такие первые неисправности удалось мне это тоже не работает вот собственно говоря по клавиши отдельный разговор продолжим а так вообще что может умеет этот аппарат вы надеюсь поняли что я жучу по поводу симфонии прочих исполнений играть не умею ни на одном музыкальном инструменте последнее что и дело бренчал в армии на гитаре по три аккорда это теперь забыл разучился так вот смотрите если кто что понимает я просто прочту надписи покажу что он так сказать могет в правой части этого прибора расположены такая как бы табличка левая частью имеет следующее обозначение клавишные струнные деревянные медные и идет соответственно перечисление того что в инструмент входит клавишные клавинет не знаю что такое piano 2 piano 1 harpsi harpsi 1 струнные саксофон струнный бас виолончель альт скрипка скрипка 1 скрипка 2 и деревянные фагот кларнет гобой флейта пикколо а также медные труба тромбон труба 3 труба 2 труба 1 много труб снизу идут вот некоторые так сказать видимо обозначения тембра звучания инструментов 32 штрих 16 4 8 4 2 не понимаю что бы это значило но давайте посмотрим на примерах допустим начать клавишные вот так они звучат при нажатой клавиши 8 да вот огонек горит показывать если мы возьмем 16 то это уже будет 4 а если 2 вообще пистолет По-моему, больше всего на пианино похоже 16.3 Самый приятный звук, да? А я же 32 Нажимаем на клавишу, звуки по-затухающе идут. Чего ты мне черный клавиш больше нравишься? Да, это вот клавишные, тронные. А вот при нажатии кнопки струнные, ва-ва-ва, она начинает почему-то беспрерывно звучать на какой-то одной ноте. Хотя вроде ничего здесь не замкнуто. Так, струнные. Так, это получается, видимо, вот так вот так. Струнный бас, струнная виолончель, да? Деревянные, сагод. Ну и медные. О, по-затухающе здесь нет. Да, перестань гудеть. Так, регулятор арпеджио-тремоло тоже на что-то влияет. Он просто вот такой, на несколько позиций от нуля до десяти. Так, нет, неприятно. А если так? Ничего не меняется. А ну-ка. Нет, не меняется. В общем, назначение этого регулятора для меня пока тайно, но, может быть, нажав кнопку частота-пуск, мы что-то получим. Теперь он сам что-то играет. Нет, этот инструмент. Ага, и чем больше этот регулятор повернут, тем быстрее темпы этой игры. Ну, остальные рукоятки, вероятно, тоже там имеются глубочайшим назначением, кое мне пока не постичь, ибо инструкцию на него я не открывал. Ну, громкость понятна. Запущен у меня, кстати, через выход для наушников на спикеры компьютерные. Своего источника звука у него нет. О! Чистота среза затухания. Ага, вот это что. Есть еще некие генераторы. Один из них с выключателем. Генератор хора. И генератор настройки. О! Голубина. Какие-то печальные звуки стал издавать. Память клавиш. Арп, трем. Туда, туда-обратно. И некое еще. Включено, выключено. Звуки-то. 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 Что я с ним такое сделал, что он стал такие неприятные звуки издавать? Звуки-то. клавишные память клавиш убрать громкость усилитель резонанс возможно фильтр ну ладно суть не та все таки симфония сегодня не сыграем как то вот так вот он так сказать выглядит вот такие функционалы он имеет я думаю для любого нормального музыканта клавишника все с ним понятно ясно вот максимум чем я смогу помочь в нем евгению это показать что на нем нужно заменить чтобы у него заработали не работающие данный момент клавиши назначение этой панели управления я вообще не ведаю видимо она заменила джойстик и стала очень нужной составной частью этого инструмента бог не отключил вот этим вот заглянем на его заднюю стенку здесь вы как видите вот вход под наушники имеет место быть включать и выключать и сети большая красная кнопка разъем под подключение сетевого шнура предохранитель с таком красивом коричневым абонитовом держателем вот выход мы видим здесь до штатная так сказать в кейс динская фишка под выход вероятно на усилитель выход на наушники выход на усилитель а все остальное как мне сказал евгения будет быть не должно 10 еще дополнительно 1 2 3 4 5 6 7 каких-то лишних выводов сделано на что она для чего она сия тайна велика есть он там что-то написано на задней стенке давайте посчитаем перед снятием крышки следует вынуть вилку из розетки сети питания немаловажная информация для музыкантов маэстро электромузыкальный синтезатор заводской номер шурум-бурум заканчивается на 88 может год выпуска этом хотя бог его знает т.у. т.у. 3 849 029 220 вольт 50 герц вот это вот такие сказать органы его управления заключен он или заключен пластмассовый корпус приятной серебристой окраски клавиши такого хорошего размера как я уже сказал на 3 октавы как у пианино все привычно все как у фортепиано поскольку винты на нем не завинчаны его с великим удовольствием открою чтобы продемонстрировать вам его под траха в таком видео от евгения и прибыл вот как вы видите много всего полезного и нужного тороидальный трансформатор вещь хорошая а пахнет изоляции нагретой потому что он весь перемотан почему такими изолентами но это по ходу заводские жгуты так выполнены вот тут вероятно все что касается части питания это трансформатор фильтр питания на конденсаторах на 2200 микрофарад к 50 35 тут же стабилизатор вот тоже масса электролитов которые принципе можно попробовать поменять потому что какие питающие напряжение на него идут я по качественной грани знаю вот схемку не смотрел да и не собираюсь не забираться немножечко не моя техника вот в стабилизаторе питающего напряжения имеется микросхемка серии к к к к к к чего до 187 hp 2 вот а тут вот это уже вероятно все относящих музыки вот он наверно процессор к р 580 вот вероятно с прошивкой с какой-то не знаешь как реализовывалось те времена и куча микросхем стоит 561 серии 661 и d1 561 la 7 логика какая-то вот и здесь тоже видимо все относящиеся к тембрам и прочим 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 полезным вещам вот ну в данный момент нас интересует собственно говоря клавиатура этого чудесного аппарата вот реализована она довольно просто я сейчас разберу на один винтик всего привинтил и мы сразу поймем почему же у него не работают некоторые клавиши почему я таки не смог исполнить свою замечательную патетическую симфонию на нем так вот таким образом четырех винтах крепятся плавки для каждой октавы отдельно три октавы три плавки снимаем и что ж мы видим радостно и изумленно мы видим то что клавиатура детализована на герконах на античных контактах вот они раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 то есть под каждую клавишу данная октава имеются свои геркончики нажимаем на клавишу да не знаю видно не видно и приближается к геркону магнит укрепленный на клавиши как на рычаге на обратном рычаге этой клавиши почему-то буквами эти магниты обозначены латинскими нажимаем клавишу геркон приближается магнит приближается геркону геркон следуя приближение магнита щелкать не знаю слышно или нет то есть контакты замыкаются и все становится хорошо но тут еще все это шунтировано двух диодиками какими-то с обратной стороны это бумажная прокладка так вот некоторые герконы в этом аппарате оказались разбиты цинично вот этот допустим вот это как же надо было по клавишам бить или что с ним делать это вообще пополам развалился понятное дело что никаких замыканий при приближении к ним магнита не происходит и клавиши не работают ну вот поскольку евгений выразил желание сам заняться попробовать себя сказать ремонте аппаратуры я думаю что для начала ему будет неплохо эти неисправные герконы прозвонить и выпаять поменять на исправные если исправные удастся найти я думаю что у нас петербурге найти можно все вот так устроен этот чудесный инструмент так сказать вид его с изнанки вот так вот он так сказать может работать конечно я думаю что сейчас так сказать большое количество выпускаемых продукции дружественного китая синтезаторов оставит его далеко позади по возможностям вот но тем не менее как скажем так ностальгический ретро аппарат я так просто евгений он интересен и пусть же не его восстановит пожелаем пожелаем ему в этом деле большого успеха вот не знаю насколько редко только аппарат по папе повторю что музыкальные инструменты не мое направление вообще в коллекционировании и во всем таком прочем вот но вообще конечно было интересно с ним познакомиться снаружи и изнутри надеюсь вы тоже получили определенное удовольствие и прошу меня строго не судить за мое абсолютное невежество в музыкальной грамоте также в игре на клавишных инструментах на этом я все-таки хочу отклониться спасибо вам большое за терпение всего вам доброго с наступающими праздниками всегда с вами сергей